Ситуацию с начислением платы за жилищно-коммунальные услуги сегодня обсудили на координационном совещании у главного федерального инспектора Чувашия Геннадия Федорова. Все поручения президента и правительства страны относительно недопущения роста платы граждан за коммунальные услуги при сопоставимых объемах их потребления выполнены полностью. Об этом доложила руководитель госслужбы Чувашия по конкурентной политике и тарифам Альбина Егорова. С 1 июня 2012 года в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации были внесены измененные стороны снижения нормативного потребления коммунальных услуг на горячее и холодное водоснабжение, на водоотведение, а также были отменены водоотведения на общедомовые нужды. С 1 июля 2013 года с учетом данных поручений по ограничению роста платы же и граждан были снижены тарифы в соответствии с по согласованию с Федеральной службой по тарифам для 12 теплоснабжающих организаций по 9 муниципальным образованиям. Альбина Егорова сообщила также, что Государственная служба по тарифам ведет мониторинг за соблюдением уровня тарифов. Пока все складывается вполне традиционно. На сегодняшний день плата по данным Чувашстата, плата законодательной услуги в республике сложилась ниже по сравнению с другими регионами Приморского федерального округа. Так, по горячему водоснабжению Чувашская республика находится на втором месте, снизу среди 14 субъектов федерального округа. По электроэнергии холодное водоснабжение водоотведение на третьем месте и по отоплению на пятом месте. Контроль контролем, но по-прежнему нередки злоупотребление в сфере ЖКХ. Граждане часто обращаются с жалобами в аппарат главного федерального инспектора. И вот последний вопиющий случай, на который сослался Геннадий Федоров, и после которого попросил собравшихся в зале не отчитываться о хорошей работе, а сосредоточиться уже на проблемах. Зайпать плату за пополнировку по картинам выборка учета в частности Чувашстата воды незаконно. И вот, значит, одна жительница объявляется, обращается к параллельщикам по инженерам, заявление о принятии эксплуатации счетчика на горячих водоотведениях. Она сама установила этот счетчик, ну, самостоятельно. Вот. И даже когда она прекратила, что будет вынуждена обратиться к прокуратуре, когда с ней рассчитали взимать деньги за пламбировку счетчиков, оспарили за пламбировку. Ее слова не произвели должного впечатления. В этой тематике только за 10 месяцев в Адрес-Грисественной институте поступило более 1400 обращений. Это означает, что 1300 раза жители нашей республики увидели неправоверные действия со стороны участников личных отношений, то есть со стороны управляющих области, то есть даже ЖК РФ. Естественно, по положению государственной институтной институты мы каждое обращение путем проведения неправоверной проверки мы являем, естественно, нарушением. Вот, если говорить о количестве нарушений, то из этих 1470 обращений граждан за 10 месяцев, значит, нами выявлено 767 случаев нарушения правил для собрания коммунальных услуг. Специалисты отмечают, что при предоставлении коммунальных услуг многое зависит от объемов их потребления. А тут по-прежнему не закрыт вопрос по оснащению многоквартирных домов общедомовыми и индивидуальными приборами учета. Пока сохраняется такая ситуация, вопросы у людей могут возникать постоянно.